В имя Отца и Сына и Святаго Духа Сегодня мы слышали Евангелие, где Господь Иисус Христос, Сын Божий, обращается к Богу Отцу, что мы называем в молении Отчаше, где говорит «Сияя жизнь вечная, да, знают Тебя, Единого Господа, и Его же постал Иисус Христос, Сын Божий Иисус Христос». То есть жизнь вечная – это знать Бога и знать Сына Божия, которого Бог послал. Как знать? Что такое знать? Ну, мы читаем Библию, из первых же главных книг «Бытия» есть такие слова «Упознал Адам и Евангелие». Ну, понимаем, что это обозначает. Ну, почему «познал», почему «познал» в голову ломают. Хотя догадываемся, что под этим словом подозревается. А дело в том, что в древневейском языке, а это язык, на котором Бог дал первые пять книг Библии, Моисеев, на Моисеевом языке, и другие были, висветки, заявлены на ереский язык, на древней ереской. Познание – это значит соединение. Познать – это же соединиться с Богом. И Бог, Господь, Сын Божий, опять же говорит, что спасутся не все, а те, которые, например, дал, которые познают Меня. Это в своем слове, не как-то оно написано, но так, по-русски просто. То есть, познали Сына Божия. То есть, понимаем, соединились. В чем соединение? В церкви, а точнее, в святых таинствах. Крещение, миропомолозный искус, причастие – самое главное. А также, собор, величание, священство. Ну, без священства, понятно, таинство не совершено. Так вот, мы говорим о причастии, потому что, если все крещеные, без крещения вообще ничего быть не может. А в причастии происходит присуществление хлеба и вина в тело и крови Господа Иисуса Христа, Сына Божиим. И, причащаясь, мы соединяемся с самим Богом, то есть Сыном Божиим. Значит, соединяемся с Богом. И обретаем жизнь вечную. И опять, да, многие из нас входит в регулярную церковь. Многие из нас регулярно подчищаются. А многие из нас, кто три года не включался, кто два года, кто год, кто раз в год, кто раз в десять лет. То есть, получается, что мы не хотим соединиться с Богом, не хотим знать Бога. А знать Бога – это еще и знать Его святую волю. И вера – это не есть знание о том, что Бог есть, существует. Это не есть вера. Вера – это довериться Богу. То есть, а что бы довериться Богу? А это познать Его святую волю. То есть, когда я добровольно исполняю святую волю Божию, то я познаю Бога. Когда я добровольно исполняю святую волю Божию, то я соединяюсь с Богом. Потому что моя воля гармонично соответствует святой воле Божией. Когда я живу по своей воле, значит, моя воля Божия не нужна. Значит, я познавать Бога не хочу. Значит, моя воля вразрез со святой волей Божией. Значит, я отдаляюсь от Бога и обретаю смерть. А от этого есть вечное умирание. Мы почему смерть не боимся? Не потому, что умер и нет тебя, а потому, что будет вечное умирание. Да, тело умерло, взгонет еще и нет его. А душа будет вечное умирание. А это самое страшное. Мы смерть не боимся, что будет вечное умирание. Но когда мы идем вразрез со святой волей Божией, то есть когда мы не хотим познавать святую волю Божию, познавать и добровольно исполнять. Не насильно, потому что страх наказания Бог накажет, так делать не будет. Это уже воля раба. Боясь наказания. Когда человек добровольно исполняет святую волю Божию. Ну, я пример, чтобы было немножко понятнее. Понятнее. Мужчины старшего поколения, старшего, намного старшего, служили в армии. И служили не потому, что там вот заставлять не было. Они добровольно исполняли волю команду. Потому что так надо. Я не знаю, как сейчас молодежь. А раньше, вот так, тем, которым сейчас 60-70 и больше. Они добровольно исполняли. Дети, которые хорошие дети, опять. Сейчас не знаю, потому что сейчас все уже с детства не успел родиться, а уже сопротивляются матери отсюда. Я помню, как было раньше, там до какого-то возраста. Отец и мать – это что-то святое, это воля родителей, это закон. Причем закон любви для ребенка был. Сейчас мы же эти понятия утратили. Уже мы этого не понимаем. Ну, чтобы хоть как-то примерно было понятия. Я эти примеры привожу. Точно так же мы должны добровольно по любви исполнять святую волю Божьей. Таким образом мы соединяемся. Но этого еще мало. В максимальное соединение с Богом происходит святая. То есть крещение, выстрелим, причастие. И восстанавливаем. Причастие, особенно. Обретаем жизнь вечную. И сказано, что те, которые не о всех молю, но о тех, которые ты мне дал. А Бог дал кого? То есть не то, что Бог, он как сказать, говорит, я стою у двери сердца ваше стучусь. То есть Бог всем хочет спасения. Но не все хотят спасаться. Вот об этих Иисус Христос, Сын Божий. И говорит, что не о всех молю, а только о тех, которые... То есть те, которые пришли ко мне, которые любят меня, которые хранят Царство Небесное. А этих молю? А которые не хотят Царство Небесное, бесполезно они, полиция, они не хотят. Им это не нужно. Им Бог нужен для получения своих мирских целей, мирских благ, здоровья, решения проблем. По жизни все было хорошо. И здесь Бог дает. Но это все кончится, все пройдет. И ничего не хранится, иметь не будет. И в другом Евангелии мы сегодня видим, как проходила похоронная процессия. Хранили сына наинской вдовы. И Бог, Господь Иисус Христос, Сын Божий, Бог подошел и воскресил его. Почему? Потому что он увидел веру матери. Давайте посмотрим в Евангелии, посмотрим. Почитаем. Вспомним. Везде Богом в стыке. А кто ты такой? А ты же от плотника. Вообще, что ты туда случишь? А нет. Ты же отворишь силы дьявола. Силы вензевула. Все что угодно. Только они сыты Божьи. Бог им проповедует. Потом он говорил о жестоком военной. О, род лукавый и неверный. Вы языком не очтите. Сердце ваше далеко от меня. О, род лукавый и неверный. Да с каких пор я буду с вами, доколе буду терпеть вас. То есть, ваше сопротивляемость постоянную. Ваше постоянное сопротивление Богу. А давайте мы сейчас посмотрим на себя. Каждый и каждая. Ведь мы все сопротивляемся. Чего не скажи, сразу куча оправданий. У нас на все есть оправдания. Но если там что-то говорят, что не так. Значит, наверное, не так. Даже если я считаю, что ко мне предвзято плохо относится. Ну, есть такая статистика, что даже если человека оскорбили или обидели невинно, значит, 10% вины у него уже есть. Пускай не 100%. Но немножко вина. Или это немножко, воспринимать никакие. Или обижаемся, или человек доказывает, что нет, это не правда. Или не понял. А это что? Это сопротивление. Хорошему причем. Ведь обвиняют, обличают нас чаще всего в плохом. Никто не обвиняет в хорошем. Обвиняют в плохом. А я должна оправдаться. Значит, что мне дороже плохое, чем хорошее. Я не хочу принимать, не хочу исправляться. И те люди точно так же. Богу что-то доказывали. И хотели Бога под себя пристроить. Ты нам дай, ты нам сделай, ты нас исцелит, ты нас спасешь. А нет, ты нас не учишь. Кто-то такой вообще-то. Точно так же и мы. И в жизни между собой. Пытаемся друг от друга что-то поиметь. Вот ты должен, ты должна, ты обязан, ты обязан. Не, а я хороший. Я хороший. Ты не указывай. Я хороший. И если я сделал фокус, то это по тому, по тому, по этому. Но не потому, что я ленивый. Не потому, что я настырный. Не потому, что упрямый. А у меня есть такие серьезные, крутые, объективные причины, о которых я сделал это плохое дело. Я просто не послушался хотя бы. Просто не выполнил. Просто не доделал. Потому, что у меня есть причина объективная. У тебя нет причины, у меня есть. А это что? Сопротивление. А если вообще что-то не скажет или сопределяется, и тебе начинают повторять то, что я ему сказал. Это опять неприемление. Человек не принимает. И вот неприятие в этой, не в мелочах, оно, естественно, переходит в неприятие самого Бога. И учение Божие, и Церковь. Да, мы ходим. Языком чтения Бога. Многие. Я не говорю все. Многие из нас. А души многих из нас постоят. Сердца многих отстоят от Бога. И поэтому мы можем попасть в разряд тех, которых не дал Бог Отец Богу Сыну. То есть, которые не будут спасенные. И еще. Бог воскресил почему? Потому, что Бог есть источник жизни. Так? И те, кто любит Бога, те соединяются с источником жизни. Потому, что Бог исцелил сына наинской вдовы. Потому, что любила Бога. Просто так он никого не исцелил. Там много умерших было. Много было больных. А он изумерших только трех человек воскресил. Так, сколько больных было. Бог только несколько исцелил. Так вот, из Евангелия мы знаем. А все ходили исцеление. Тоже овчу купили. Сотни, может быть, тысячи лежали больных. Он только одного исцелил. А веруешь ли? Да, веруешь. Вот и все. А веру это не знаешь, знай. Не знаешь, что поверишь, что им поможет. Доверяюсь тебе. И вот это, как раз то, что знает меня, единого истинного Бога. Потому, что у тебя единого истинного Бога. И его же постал Иисус Христа. Довериться Богу. И те, кто доверяются Богу, те будут Богом. Те, кто не доверяются, будут в разряде тех, которые... Не о ней их молят. Но только о тех, которых победал. Аминь. Аминь.